всем доброе утро у нас равно сегодня доделка привели запчасть на нашу следующую работу не все запчасти все запчасти лежат там в машине машинка на улице стоит надеюсь эту сейчас сгоню эту уже загоню и вито все равно сегодня делать не будем сегодня еще рено на расслабоне день и делим что хотел показать одна палочка упала помните вчера ставил одну и вторую мы грели 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 и вот если смотрите какой плотничок получился то есть шикарно за ночь постояла остыла и теперь все замечательно с зазором сейчас надо ее до собрать немножко жабу поставить дворник там один был потому что вдруг человек будет ехать дождь пойдет нельзя нельзя надо жабу жабушку поставить жабушку поставить за защитки защитки подкрылки подкрылки поскручивал там защитки над них это плечо основная центральная защита была снял вот мне понравилось работать салфетками за место грязной тряпки хозяин приедет через пару дней то есть не завтра а завтра нам надо сюда загнать уже видно или даже сегодня вечер поэтому собираем поворотный кулак чтоб машина своим ходом переехала склад это я разбирал шлицы считал человеку нужно было узнать количество шлицок если 21 собираем и тут сейчас собираем снимаем со стапеля и клиент потом приедет сказал сам поменяет поворотный кулак уже у меня в складе и скажем еще купить час где где-то сегодня вязал а если не купит на этом поедет поэтому собираем сразу так чтобы он был свободно хорошо ездить и еще нам же это как я не хотел спетлять но не получилось еще у нас же сзади с вами крыло помятое надо его примерно аккуратно выскучить ну так без скоттера без ничего так там доступ вроде должен быть примерно аккуратненько аккуратненько может человеку украсть не будут хотя бы хотя бы вы включая чтобы не было там такой вмятины хотя бы чтобы при примере вот как мы заднюю дверьку сделали она вот такая страшная сейчас у нас больше но уже и не страшная если и будут ее готовить то маленько буквально немножко подбить останется везем-то и доступе есть и все ладно что краска не полезно сейчас я это все соберу и будем что-то хочу будем соберем наверно перейдем заднее крыло делать когда там окончательно дверь выставлял процессе ремонта я что тогда мерил резиночку карту двери мерил было там на видео карта дверь я показал пару раз и первый раз столкнулся знаете с какой проблемой но вовремя одуплился когда карту поставил нас тогда еще этой резинки не было и этого упорчика не было и получалось что вот так сидишь например здесь зазор должен там сколько вот сколько должен быть зазор миллиметров 6 до то получалось что здесь примеру он там 5 здесь он такой выходит в сантиметр потому что резинки не было и карта как бы она свободно туда упирается а потом уже начал всматриваться там упор вот эта резиночка она дает как бы толщину этому зазору и делает его хорошим суп вас короче здесь все работает собрал заднюю дверь и переднюю дверь стеклоподъемник рабочий только эта кнопочка не рабочая по ходу он с этой кнопки он не работает с водительской работает возможно сама кнопка на на поломалась ты чё такой куда нет это все класс аккумулятор сел почти полностью если зажигание включить и аварийку поставить тут все в общем подсерил аккумулятор одно стекло попробовал только второе и был усил поэтому пришлось зарядочку втулить с ног у нас камулятор ну что а воздуховодики собрались машина таки приехала одного не было и не надо одного хватит по сути а стал так эту дверь можно в принципе выкинуть и же пойти в склад здесь не ничего не надо часть в двери валялась этому клиенту подарим мало ли рука нибудь потеряет эту штучку поэтому это мы подарим и две резинки которые были в дверях они валялись внизу там хотя я поставил все клиентские у него ненормальные но тем не менее тоже задарим клиенту 2 его резинки он же день купил резиночки там лежали значит его его понятно дверь мне не отдадим и да и дверь человек не заберет она еще вот эти модинги можно вернее эти клипсы можно попытаться ему отдать ну да они тут легко снимаются поэтому клипсы тоже поснимаем здесь прикручена одна вторая и вторая 8 2 отдадим то поломано это надо сейчас открутить здесь у нас звездочка это что такое не знаю что такое было здесь здесь было вот тут как его ай там 100 такая была там она стоит это не надо в смысле это можно себе конфисковать это ему отдадим а вот эти вы тут мы конфискуем потому что я ему две свои задарил там не было эти нам пригодятся сейчас ставим ее назад и пусть лежит кому-нибудь потом опять задарим круговорот круговорот клипс в природе да да мне немножко жарко я немножко мокрый но без шапки работать нельзя можно заболеть это только вылечился поэтому ныру баню чуть не упал что товарищ морда готова там это аккумулятор заряжается номер уже стоит поэтому морду уже показывать не будем нам осталось с вами сделать вот этот элемент не смог я спетлять от клиента чтобы это не делать но попытался почему я не хочу делать этот элемент но если в двух словах сейчас я буду ступик откручивать и говорит я не очень люблю когда договариваешься с клиентом по поводу работы не в плане финансов финансов ни при чем плане присылают фото и видео говорят вот 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 мы как бы договариваемся делать одно 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 а потом когда машина уже в гараже человек начинает добавлять вот сделай еще то еще то и еще то мне так не нравится пусть зато за то и зато он готов еще доплатить но я когда машину загоняю я рассчитываю как бы на одну работу ну знаю что то нужно сделаю а на это я не рассчитывал и вот как раз нам вито пригнали по идее все машина готова обед уезжает это законе я делаю но еще добавилось кусочек работы человек очень прост поэтому делаем бесплатно денег ой логичка надо пойти вылить надо пойти вылить и желательно конечно пиму высушить его короче что я там делаем машина как будто в лесу начинал на и ночевала много раз или хозяин очень грибы или в лес сделать любит возить это делаем бесплатно потому что если еще сплата буду делать эту я здесь на день могу засесть я бы бампер снял бы выдавил под камду сделал бы эту но клиент колба бампер снимать не надо так были плавно ровно и пойдет бесплатно выбить за плавно ровно мы любит за бесплатно мы любим выбивать его плавно ровно так что мы тут видим а мы видим надо взять а я тут еще надо взять кулау и ударить или взять гидравлику и упереть в кантик подать весь кант хороший деда вот он начинает выходить на пока давить не надо вода катик сперва подать а потом у нас может охотник ничего я пошел по большую куполу большую кувалду большую доску блин честно если правильно действовать на малярку то тут и маляру выпить буквально 20 минут и готовых пошел покупал в общем работаем с вами по старой технологии я беру оттуда а вы все дружно кричите когда я начинаю перед когда я перебью картику уже кричите чтобы я больше не бил то что мне оттуда не видно я могу увлечься это маленькая да вот такую берем палку кулаточку и в карту который под бампер и один один удар я вам покажешь тучи не просто если бы я делал бы качественно туда было бы снять бампер может даже споттером все вытянуть о красиво еще вот так примерно вот еще одно место плену тут конечно не одно место он тут весь бампер торчит так же как и с другой стороны по моему мятинка немножко сборглась так дальше мне надо пойти взять любимый стеклотекстолит и любимая наша блинница очень нравится мне и работать ладно давайте что объем куда бьем куда-нибудь лишь бы ровно сделать лишь бы сделать ровно верхняя часть крыла в принципе как для бесплатно уже отлично блин жаль нечем добавить подушка поломаться моя воздушная сейчас бы давал бы еще лучше было дальше берем такую штуку куда-нибудь куда-то берем еще не знаю куда сюда туда и вниз мне бог вот сюда ударить а тому же все до сих пор не знаю куда-то так ну пол крыла победили осталось явно дальше возьмем на что-то бакузю возьмем кто-то спрашивал бакузю можно просто не греть а от разрезки заварить можно что и резаком горел а потом гнул а потом процессы работы один раз лопнуло и другой раз лопнуло я заварила вот уже много-много лет вполне классно себя она чувствует новая почта немножко тупит в субботу ездил забирал посылку в 4 нет 55 часов ничего еще не было субботу за тут не было забудут сейчас звонит мы сказали предельный будет зато сейчас звонят и говорят заберите а то деньги надо платить уже три дня лежит вот эту штуку сейчас подложим и вот этой штукой давали я думаю на что-то из этой ситуации должно получиться хотя я уже сомневаюсь все должно получил вот он удар надо повыше ой как хорошо плохо вот вот Не, можно сейчас взять подружку, напильники, все это выровнять. Пока не охота. Пока охота так. По, чуть плохого слова, не сказал, помучиться. Плохое слово не сказал. Мало каши в детстве ел, не хватает. Вот надо видеть пальчиком большим. Оно не давится. Подушку гуглил, гуглил эти для ПДР, которые воздушный набор. Гуглил, гуглил, не нагуглил. Надо добануть. Чем добануть? Надо что-то мягкое взять. Можно вот поролончик сложить, да, и так добануть. Как у гвозю. Если получится, я буду рад, где вход. Буду рад, буду рад, что поеду домой лягуся в Ленинград. Да, и, блин, уперлась. Еще, а некуда. Ничего надо, вон у тебя, оно перемыкало, уперлось. По-другому. Блин, надо пойти вот так скотчем примотать, немножко намотать, чтобы сисяк прям много не наделать. Ну все, люди, готово. Вам нравится? Мне да. Ничего, да, так получилось. Даже стеночка ровная. Главное не приседать. Конечно, с меня ПДР-щик никакой, да, и смотрите, как все. Ну, ничего так. Это такая шагрень крупная получилась. Вот, здесь хорошая, а здесь такая крупноватенькая. Ах, под это, под стекловолокно зелененькое, как я люблю говорить. Вот, вот, вот торчит, вот на, до сантиметра. То есть, бампер торчит до сантиметра. Как и с другой нашей стороны. Тут, по-моему, здесь больше торчит. Пересъемка. Номер запалили. Взял прищепку, обмотал скотчем, скотчем, скотчем. Ну, тут не видно, потом засовывал туда, как раз тот остричок упирался именно в кантик. В кантик. Ну, таким образом, если здесь еще стучал, таким образом здесь смог выдавить кантик. Вот в одном месте, немножко, на пару миллиметров, по-моему, он еще за это забит. И сейчас попробую еще немножко пострадать фигней. Время есть, поэтому пострадаем. Если сейчас взять лепестковый круг, например, и вот так вот зачистить, то уже вообще ничего никто не догадается, что битая была. Видите, рука какая, какая четкое зеркальное отражение. Все классненько. Ведь что самое главное в съемке и введении канала на ютубе, и когда мы с вами вместе автомобиль ремонтируем. Уговорить вас, что все у нас хорошо. Уговорить вас и снять под таким ракурсом правильным, чтобы вы подумали, вау, специалист. Главное, с плохих ракурсов не показывать. Прошло еще два часа. Так, там номер. Доклепал немножко крыло. Все, хватит. Получается, что вчера я работал пару часов, уделил в работе. А сегодня я, блин, в два часа закончил свой рабочий день. Ну, оно так бывает. Но зато меньше сегодня пришлось работать. Значит, я получил пару посылок. Мне что-то прислали вот здесь, но мне сказали, потом человек приедет, сам откроет. Его вещи и что-то мое, поэтому это ныкаем. Так, человек, который прислал, я тебе не упоминаю, все нормально, не переживай. А вот этот сказал тебе, а он говорит, что-то тяжелое. Значит, это, Рено. Позвонил клиент, опять ситуация переменялась, в общем, у вас тут все меняется, с вами, по-каку вас на день. Все правильно, что я собрал побранный кулак, но правильно только то, что его менять не будут, потому что его сейчас быстренько, за день не найдут. его там заказали, он через несколько дней придет, машина с немножко колесом такими и поедет к себе домой. Машину завтра утром забираются. Рано-рано утром приезжает хозяин и забирает машину. То есть, завтра в 8 утра, в 9 она отсюда уезжает. Значит, Мерс все-таки пока в склад, а Мерс я вам показывать не буду, там Мерседес, вон запчасти я показывал. Там еще запчастей много. И с завтрашнего дня мы начинаем делать Мерса. И у меня для вас сюрприз есть по Мерсу. Сюрприз. Ну, я и правда не знаю, это для вас сюрприз или больше для меня, или больше для кого-то. Или это просто не сюрприз. В общем, я для работы с Мерседесом нанимаю ЖЭКу. ЖЭКа будет со мной здесь работать, пока не сделаем Мерс. Ну, может, не полностью все, но, короче, мы будем в паре с ЖЭКой делать Мерс. Так не будет быстрее, я вас уверяю. Так будет мне проще. И ЖЭКе так будет хорошо. Паре ЖЭКе делаю, из него им карчи. Пусть сделает Мерседес. Я, конечно, не совсем уверен, что вам здесь можно показывать, что здесь. Поэтому я вам действительно все, наверное, и не покажу. Сейчас там рация. Нам прислали с вами шпилек М-10. Десяток. Десяток шпилек М-10. Меньше. Восемь штук. И три М-8. Ну, я сейчас два, да, почти два метра. Вот такого профиля. Вот такого. У меня есть мысль, куда мы его с вами используем. Как подсказка, покажу вам вот эту стенку. мы, наверное, сделаем с вами вот такой стеллаж в склад. Потому как, когда я снимаю бампера поломанные, ну, иногда новые сюда вешаю, а старые поломанные не нужные, я отношу туда. Или, когда машину разобрал, я сразу два бампера туда отнес, чтобы здесь не захламлять. И там кинул. Это неправильно. Поэтому мы с вами сделаем туда склад два. С этих профилей две направлялки. Точно такие же. Как раз тот гараж меньше по высоте. Как раз от такого, от уровня пояса они и будут. В общем, все классно. Спасибо, человек, за свой профиль. Здесь один длинный и один немножко обрезанный. Плюс к этому мы добавим и еще останется половина. А вообще, люди, вот эта штука, я уже даже знаю, куда применяться классно сможет. Люди, да это ж, ну, только здесь отверстие меньше. Это ж готовый мост, по сути, да? Смотрите. Два упора, термлодка. Есть. Шикарный мост. Ну, что он регулироваться сильно не будет. Шагом, вот, пять сантиметров будет регулироваться будет. Классная идея, да? Шикарного моста. Но мы мост с него делать не будем. Мы будем с него делать стеллаж. Человек, который просил не называть имя, спасибо тебе. Коробку сохраню в целости-сохранности. Рено, значит, утром отдаем. Здесь занимаемся мерсом. Плюс всего, всем пакетом. Счастья, здоровья. Всем приветы. Субтитры сделал DimaTorzok